Доброе утро, друзья! Так много сегодня говорилось о счастье, о планах на счастье, которые нужно планировать. Но, вы знаете, понятия счастья у каждого человека разные. И здорово, если мы планируем и молимся о том, чтобы наша жизнь, наше будущее, наша вечность была связана с Иисусом Христом. Потому что, бывает, люди планируют абсолютно другое. Планируются военные кампании, и люди думают, что присоединяем в какие-то земли, они будут счастливы. Планируется, знаете, не только захват земель. Я видел женщину, разговаривала с ней, она планировала захват чужого мужа. Четко планировала, я была уверена, что с этим связано ее счастье. Я говорю, что ты делаешь? Она говорит, понимаешь, мужик как туалет, либо занятый, либо засранный. Поэтому я занятый. Друзья, но я уверен, что там счастья нет. Друзья, а еще, разве может человек невозрожденный планировать... Мы вообще не говорим о этих вещах. О смерти, правда? А поверьте, друзья, как говорил Болеон, это запланировано. Мы не знаем, кто следующий в очереди, друзья, но поверьте, это запланировано. Потому что Бог знает каждый день, который для нас назначен. И это запланировано. Поэтому, когда мы планируем, помним. Пишите планы своим простым карандашом. И помните, у Бога в руках резинка. И помните, что самые лучшие планы, это когда мы свои планы доверяем в Его руки. Когда они корректируются Священным Писанием, и мы готовы к этому. Почему? Потому что сегодня мы мыслим так. Когда я был ребенком, говорит один из писателей Нового Завета, я мыслил как? По-младенчески. И мое счастье в чем заключалось? В жвачке. Я помню эти жвачки Дональды в те времена. Их могли привезти из-за границы. И очень редко открывалась граница, и ехали эти машины. Нам казалось, что тот, кто работает на софтрансавто, это вершина крутизны. Потому что у них есть джинсы, и у них есть Кока-Кола. И жвачка. И очки. Солнцезащитные. Помните, капелька. Блестящие. Ах, кто постарше помнит. Друзья, идет время. И наше понятие о счастье меняется. Поверьте, у меня стоит бутылка Кока-Колы. Дети оставили, но я ее не пью, потому что в литре колы 100 грамм сахара. А я не могу ее пить. Мое понятие о счастье меняется. Понимаете? Потому что меняются мои знания. Друзья, когда мы говорим о Боге, о жизни, меняется наше понятие счастья. Но здорово, когда оно связано с Богом. И Писание корректирует нашу дорогу к счастью. Я бы так сказал. Счастье – это когда мы по этому навигатору и движемся. Итак, друзья, сегодня отрывок, который мы читаем. Евангелие от Матвея, 22 глава, 41-46. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, сказал Господь Господу моему, «Сядь, одеснуй меня, то есть справа от меня, доколе положу врагов твоих, в подножье ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. С того дня уже никто не умел, не смел спрашивать его. Друзья, вы представляете картину? Вот фарисеи – это руководство народа, духовное. Они одеты соответственно. Они в уважении. Правящая партия. Они вес в народе. И вот сын плотника, сын плотника вдруг смеет задавать им вопросы. А у них уже система выстроена. Они хорошо одеты, их слушают. И вдруг он смел задать вопрос, почему ничего не спрашивали больше? Потому что в их голове уже родилась идея. Они запланировали уже. Они уже запланировали. Что они запланировали? Я вам расскажу, друзья. Мне братья из Красноярска рассказывали, когда там было большое пробуждение в той местности. Евангельское пробуждение. И советская власть решила победить это пробуждение и высылала туда комсомольских работников, активистов, агитаторов, как Маяковский писал, вот таких горланов, главарей, высылала, чтобы они убедили их не верить в Бога. Они приезжали туда. И вдруг те, кто послал, обнаруживали, что они становились евангельскими верующими. И одна бригада уезжала, и вторая бригада. И тогда они запланировали и послали пулеметчиков. И вывезли актив церкви и в тайге расстреляли. Друзья, и они думали, что они одержали победу. Как фарисеи, они думали, что они запланировали убить Христа. Но они мучились, те, кто это сделал до смерти. Откуда братья узнали, где их расстреляли и где их закопали? Потому что те люди, которые это делали, они мучились до конца жизни. И один из них перед смертью сказал, иди к баптистам, расскажи, где это было, покажи это место. Покажи это место, друзья. Потому что есть та линия, которую мы не перепрыгнем, не обойдем. Друзья, нам всем однажды надо будет предстать перед Богом. И все. И это уже, поверьте, это запланировано. И вот фарисеи, они думают, что они умные. Они задают Христу вопрос. Один, второй, третий. А теперь он отвечает. Скажите, а Христос? А Христос кто он? Христос это помазанник. Кто он Христос? А говорят, сын Давидов. Они знают. Они верят. Хотя, друзья, не все в их систему вписывается. Потому что Висайя, 45 глава, первый стих, этим же словом Бог называет, знаете кого? Кира. Так говорит Бог помазаннику своему Киру. И Кира это не женское имя. Это не просто Кира пришла. Это пришел Кир и нанес такое поражение народу израильскому. И Бог называет его помазанником. И вот здесь их теория также разрушается. Друзья, мы живем в мире, где есть много религиозных систем. И все, что нам не нравится, мы отсекаем. А Бог объясняет, что не все помещается в нашу голову. По одной единственной причине. Даже в несколько голов. Потому что Бог выше, чем мы. Его пути выше путей наших. И мысли Его выше мыслей наших. И когда нам хочется добиться истины, и мы начинаем планировать уничтожение кого-то, друзья, это точно не планы Божьи. Даже ради истины. Вчера вечером мы хорошо посидели у костра. Александр Кузнецов тоже там был с нами. Они уезжают. Мы боимся там, мало ли, что вы там на костре нас саживаете. Александр, не планировали. Не планировали, потому что любовь Божья излилась в сердца наших Духов Святых. И мы не верим, что таким путем можно достигать истины. Итак, друзья, фарисеи задают вопрос один, второй, третий. И Христос им отвечает. Я ничего не могу. не могут ответить. И Он не спорит. Он не доказывает. Интересно, друзья, что самый лучший спор это когда мы живем правильно. Самое лучшее доказательство в споре. Когда мы живем так, что другим хочется жить. Когда мы живем так, что другим хочется даже обговаривать нас за спиной. если тебе что-то говорят в спину, радуйся, потому что они за спиной, ты впереди. Понимаете, это очень важно. Друзья, неудачников не оговаривают. Христос жил так, что было много разговоров за его спиной, а он вел за собой учеников. Можно ли назвать его удачным? Ну, знаете, вот если вы пастор церкви в 70 человек, нормальная такая церквушка и вдруг что-то сказал не то, а ешьте плоть мою, пейте кровь мою и 58 убежала. Осталось 12. Представляете, нормальный бы пастор начал остановиться, я не то имел ввиду, стойте, друзья, не то имел ввиду, я хотел, а он нет, он поворачивается к этим 12, а вы не хотите меня оставить? Не хотите? Тоже за ними. Вот Петр, которому уже сегодня вспоминали, он, Господи, вот ты имеешь глаголы вечной жизни, вот в тебе есть жизнь. Друзья, когда мы идем за Христом и когда мы принимаем его как помазанника, как того, знаете, что мы переживаем? Мы переживаем жизнь. Может быть, мы не всегда принимаем или переживаем какую-то правильную теорию, мы учимся, мы учимся, меняются наши взгляды, но мы переживаем жизнь. Друзья, когда в семье появляется ребенок, он далеко не знает устои семьи, он даже не может показать свой паспорт, он не может доказать родство свое с нами, но он знает по запаху маму, он знает дедушку и бабушку, и он улыбается даже, когда смотрит в экран смартфона. Почему? Он знает что-то свои родные. Друзья, когда мы знаем Бога, и Бог знает нас, много вещей второстепенных, а первостепенная та жизнь, с которой он делится с нами, и мы учимся, мы в его школе. Итак, друзья, Иисус задает вопрос о Христе в Ветхом Завете. И вы знаете, что Христос не пришел на землю 2004 года назад. Христос просто плоть принял от Девы Марии. Христос был в Ветхом Завете. Первое послание Петра 1, 10, 11. Знаете, о чем говорит нам? Что в Ветхозаветных пророках был Дух сущий, в них Дух Христов. Представляете, они даже хотели не знали, что это был Дух Христов. Исайя очень много в 53 главе говорит о Христе, о том, что Он Бог возложил на Него грехи всех нас, 6 стих, 53 глава. Он был истязуем, но страдал добровольно. Как агнет стревучим Он безгласен, и Он также не отверзал уст своих. 9 стих. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен был у богатого. Псалом 21, 19. Делят ризы мои, это о распятии, когда рвали его одежды. 68 Псалом, 22 стих, дали мне в пищу желчь, и в жажде мы напоили меня уксусом. Помните, когда Христос сказал жажду, а Ему давали уксус, да? А потому, что они запланировали мучить его. Друзья, а Бог запланировал через это победу. Бог запланировал победу, фарисеи запланировали мучить его, а Бог запланировал возложить на него грехи всех нас. И поэтому мы здесь сидим, друзья. Потому, что Христос был в Ветхом Завете. Интересно, друзья, пророки не знали, а в них был Дух Христов, Библия говорит. Мы иногда идем по жизни, идешь по жизни и думаешь, где Христос? Вот столько творится всего, а Он есть, друзья. Пройдет время, а мы повернемся назад, и мы увидим, что в нашей жизни было очень много Христа. Там, где мы Его не видели, там, где оказалось, что мы мучаемся, где нам больно. А это, друзья, вот мы вчера сидели у костра, летят эти искры. И мне вспоминалась книга Иова, что человек, как искра, в страданиях поднимается вверх. Вот, когда нам больно, друзья, мы переживаем боль, но, друзья, мы часто в нашей боли возносимся к Богу, да? В боли много молитв, в боли много обращений к Богу, в боли, друзья, хорошие времена рождают слабых людей, правда? Слабые люди рождают плохие времена, и в плохих времена опять рождают сильных людей. Итак, друзья, Псалом 83,7 написано, «Проходя да не даю плача, люди, которые идут с Богом, которые доверяют свою жизнь Ему, они открывают в этой пустыне источники, и Бог покрывает, и Бог покрывает эту землю благословением». Бог хочет, чтобы я и ты были этим источником. И не значит, это не значит, что я и ты не будем страдать. Это значит, что Бог в долине плача сделает тебя источником и благословением. друзья, только страдающий поймет страдающих, только переживший боль поймет переживающих боль. Библия не говорит, что мы будем жить без проблем, но Бог говорит, что Он будет с нами. Христос, Дух Христов был в Ветхом Завете, и Он с нами сегодня, друзья. Он с нами сегодня, даже когда мы не знаем. Поэтому Христос задает вопрос, простой вопрос, вопрос жизни, который обращен к религиозной системе. Как? Как этот Давид называет его Господом? А там интересно, «Сказал Господь Господу моему», там стоит, ну у нас в славянском переводе «Господь Господу», там стоит «Сказал Яхве Адонаю», слово «Адонай», «Господь» также используется по отношению к Богу, сотворившего небо и землю, Бытие 18.27 и Иев 28.28. Авраам сказал в ответ, 18.27 Бытие, «Вот я решился говорить Владыке, я прах и пепел, сказал Яхве Адонаю, сказал Яхве Адонаю, сядь, одеснуй меня, а у них это в голове не вписывается, понимаете? И в наши головы не вписывается. Когда в 16 веке проходило евангельское движение здесь, и очень много антитринитариев проникло на эту землю, вот на территорию княжества литовского, и они отрицали божественность Христа, они отрицали триединство, и они не спорили, у них был такой метод, а ты объясни мне. Ты веришь в триединого Бога? Объясни мне. Друзья, когда мы что-то объясняем, мы исходим из фактов, которые находятся в нашей голове, и мы приводим их в пример. Например, когда миссионеры, которые приехали на эту землю, они объясняли, почему вот там, где южнее, это пальмовое, что там у нас, воскресенье, да? А у нас, а у нас вербное, а почему? А пальмы не растут. В нашем сознании не было тогда ни телевизоров, ни смартфонов, друзья. Как объяснить, что такое пальмовое воскресенье? Вот брал этот, миссионер вербочку, ну такие листья, представьте, вот такие вот, только чуть побольше. Ну ладно, вербное так верное, правда? Не так важно, важно, что Христос вошел в Иерусалим. Мы ищем ответ, мы объясняем, ищем обоснование в своей голове, а ее нет там. Сказал Яхве Адонаю. Как? Закипело в религиозной системе, они молча собрались, пошли, Дунь, как сказал Яхве Адонаю. До сих пор ничего не придумали. А мы верим, что сказал Яхве Адонаю. Потому что так говорит Библия. Мы верим, что есть Бог Атент, Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы верим в это, друзья. Почему? Потому что Дух Христов был в пророках, Дух Христов в нас, и мы живем этим Духом, если вы, конечно, возрождены. Итак, друзья, Иева 28 тоже, это же слово употребляется. И сказал человеку, вот страх Господен есть истинная премудрость и удаление от зра разум. Страх Господен. Это же слово. Адонай стоит. Итак, друзья, мне бы очень хотелось, чтобы мы всей церковью читали апостолский символ веры. Он идет у меня под пунктом 2.2, поэтому, если вы скачали контекст, вот вы его просто прочитаете дома. Мы будем обязательно его читать вместе. Обязательно читать вместе. Строка за строкой. В нашем собрании мы будем читать апостолский символ веры, который говорит о том, что мы верим в живого Бога и в Его Сына, истинного Бога. Итак, друзья, как Господь, как Давид называет Его Господом? Потому что Иисус Христос был и земным, взял тело от Девы Марии, и небесным, потому что в пророках был Дух Христов, которые существовали до Него. Друзья, мы также с вами и земные, и небесные. Мы также с вами и земные, и небесные. Вот мы не только небесные. Я помню еще в 90-е годы там мой один знакомый под определенный праздник, когда можно елку купить, а можно срубить. Знаете, есть такой праздник, да? Так вот он елку срубил и тянет ее по лесу. Ну и к нему там подошли люди и, соответственно, прицепились. И он такой возмущенный. Мой Отец Небесный создал этот мир. А вы цепляетесь. Нет, друзья, мы также земные. И мы живем по земным законам. И если елку нельзя рубить, значит, ее нельзя рубить. Вы знаете, даже когда у Христа он в храм шел, в принципе, храм это его дом. Домой шел, а его там раз у входа в храм поймали и спрашивает, а ну-ка подать и подать, и подать. Он спрашивает, слушайте, подать и беру своих или посторонних? Очень, говорится, посторонних. Понимаете, значит, мы здесь не своих. Храм украли. Вроде бы я здесь главный, но храм сперли у меня. Друзья, мы часто воруем у Бога. Вот место поклонения, место поклонения, должна воздаваться, слава Богу, мы не замечаем, как мы воруем эти вещи. Я помню, Макар Тур сказал, он говорит, точно вычислил место, когда упал сатана. Мы все собрались записывать, были у него на семинаре, он говорит, он упал в хор. Почему? Потому что в творческой среде так много амбиции, разногласий, споров, да? Вот, а меня не пригласили сегодня петь на сцену, представляете? Так ты Богу хочешь поклониться? Путь там. Нет. Главное место, я и сцена. А так я просто пою о Боге. Но самое главное, мне взвеснуть. Мы вчера, а, кстати, вечером вчера много звезд падало, да? Красиво было. Шикарное было небо, друзья. И так нам хочется быть этой звездой, чтобы все смотрели. Друзья, привели его, заплатить и подать. И что сделал Христос? Он заплатил. Сказал Петру, он показал, что он господин над всем этим, да. Возьми рыбку там. Там у меня кошелек плавает, живой, с деньгами. Я не ношу с собой. Он там за мной плавает по речкам. Брось. Вытащи. Заплати. Как раз Петру достал, там было все, что нужно. Потому что Бог больше с банка не снимает, а дает только что нужно. Вот то, о чем Дима сегодня рассказывал, да? Вот в тот день, когда закончилось, тут появилось. Потому что Бог снимает ровно то, столько дает налички, сколько нужно, да? Иначе что ж, потеряешь ты, неправильно распорядишься. Вот. И он хочет, чтобы мы понимали, от него это исходит. И так, друзья, мы земные и небесные. Это нам земным. Бог говорит, почитай отца твоего и мать. У нас есть земные родители. И так же, Римлянам 8, 16 говорит нам, что Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы Его дети, Божьи дети. И мы живем, как и Христос, земные и небесные. И вот часто конфликт у нас. Как жить? Как жить? Вот это мощнейшее место, когда 44 стих, 22 главы, когда Иисус говорит фарисеям, основываясь на псалме, «Сказал Господь Господу моему». Сказал Господь Господу моему. Сказал Яхвая Донай. Что сказал? «Сядь, одеснуй меня, доколе не положу врагов в подножие ног твоих». А как мы понимаем сидеть? Забейте, ну там, не знаю, в Википедии сидеть. Сидеть, находиться, не передвигаясь, не меняя локации. Понимаете? И тут же Господь Писанием рушит это понятие в Википедии. Послушайте, Матфея 26, 64, Иисус сам рассказывает о том сидении. Говорит, «Отныне узрите сына человеческого сидящего, сидящего, одеснуй силы и грядущего». Понимаете? Вот одновременно сидящего и одновременно грядущего. Сидеть, не менять локации, друзья. Я встречал сидящих христиан. Вот поверьте, встречал. Был один такой чудик, он на работу не ходил и говорил, Бог призвал меня проповедовать. И Господь сказал, позаботиться. Он о птицах небесных заботится и обо мне позаботиться. Ну, заботиться о нем все окружающие. Понимаете? И церковь, и не церковь, и верующие, и не верующие несли деткам покушать и какую-то бушную одежду. Но на дело Божье было страшное поношение. Он говорит, видите, все-таки они сыты. Вот видите, они одеты. Значит, Господь что? Позаботился. А сколько позора было. Друзья, мы земные и небесные. Интересно, друзья, сидящий и грядущий. Что такое иметь покой в Боге? Что такое сидеть и десную Бога, пока Бог не положит врагов в подножье ног? Что такое? Вы знаете, что, друзья, что не только Христос сидит одесною Бога? Ефесянам 2.6 Написано, что Бог нас посадил на небесах во Христе Иисусе. Представляете, эти слова к нам обращены. Валик, сиди одесную Бога, пока Бог не положит всех врагов в подножье ног твоих. Представляешь, вот классно, ты сидишь и смотришь, а кто-то меня обижал, список пишешь. Так, а там что-то с налогами не так насчитали, пожалуйста, Господи, да. Ага, вот этот начальничек, пожалуйста, Господи, да. И потом вышел. Нет, друзья, почему-то сидящего и грядущего. Есть вещи, есть вещи, друзья, когда Бог не делает их за нас. Не делает их за нас. Христос, Сын Его, пережил страдания, пережил смерть, пережил Голгофу, друзья, и написано, и после этого воссел на небесах и нас посадил. И вот вы видите сидящего и грядущего. Бог призывает нас к покою, да. Бог призывает нас к покою. Матфея 11, 28, придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Но Бог не лишает нас работы и движения сидящего и грядущего. Бог наше беспокойство забирает. Что такое сидеть одесную Бога, одесную силы? Это значит знать, что Бог победитель. Какой бы дьявол туман не пускал, мы верим, Христос победитель. Мы верим, Христос победитель. Какой бы туман враг не пускал, я верю, Христос победитель. Иногда руки опускаются, правда? Думаешь, где Бог? Друзья, это туман. Это туман. Сесь одесную. Это значит довериться ему и верить, что он уже победил. Он работает. Даже если ты не видишь, он продолжает работать. А что тебе нужно делать? А то, что ты можешь сделать. Сидящего и грядущего. Он не делает из тебя пассивное существо. Он делает из тебя своего сына, который живет, развивается. И по мере тех сил, тех возможностей, которые он дает тебе, он будет требовать от тебя. Все остальное в его руках. Заметьте, друзья, мы переживаем часто за прошлое, которое уже ушло. И много наших переживаний в прошлом, как с ним разобраться. Я там сказал неправильно. Друзья, не переживайте, оно ушло и оно в руках Божьих. Мы переживаем за будущее, каким оно будет. Каким будет завтрашний день, друзья, и оно в руках Божьих. Написано, что Писание оставляет нам один удивительный день, который как называется? Сейчас. И вот сейчас что я могу сделать? А завтра, а завтра, друзья, это вот там вот сидеть с ним. И он говорит, сиди. Завтра твое сидит рядом со мной. И я положу врагов под ножи и ног. И прошлое, и прошлое, какое бы оно ни было, Господь берет твое прошлое и бросает в пучину морскую. Так говорит ветхозаветный пророк. Потому что он возложил на него грехи всех нас. И оно тоже в руках Господних. А сегодня, а сегодня что я могу сделать, чтобы построить отношения? Не фарисействовать. Друзья, как много среди нас тех, кто ворует храмы, как много среди нас тех, кто фарисействует, когда какая-то маленькая этиологическая запятая вызывает отторжение, превозношение. Друзья, я так смотрю, как люди свысока смотрят, да, свысока смотрят на тех, кто, как им кажется, меньше разбирается в Библии. Вспоминается история одна, неканоническая, когда умный, но грустный дядечка ехал в поезде. И подошла девочка, ей было жалко этого грустного дядечку. Она его дернулась за пиджак, и говорит, дяденька, Бог тебя любит, улыбнись. Он погладил ее по головке. Он сказал, девочка, я теолог. она отошла, помолилась, возвращаться, дяденька, я не знаю, что это за грех, но Бог тебя любит. Я не знаю, что это за грех, но Бог тебе любит. Улыбнись. Друзья, умные лица в длинных халатах подошли ко Христу, чтобы искушать Его. И он задает им один вопрос. вопрос жизни. Вопрос о самом себе, что он все еще остается не до конца нам понятным. И он будет таким. Но он будет любящим, открытым, с открытыми руками, с открытым сердцем всегда. Поэтому он говорит, придите ко мне, труждающиеся и обремененные, и найдете покой душам вашим. Эй, если ты переживаешь, слушай, во Христе Иисусе ты посажен рядом, справа, справа, чтобы обнять тебя было можно. Обнять тебя можно было крепко-крепко. Сиди, одесной меня, пока не положу врагов в подножие ног твоих. Да благословит тебе, Господь, дорогой друг, иметь ту жизнь, которая есть только в Боге. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Господь, благодарны Тебя за Тебя самого, за ту жизнь, которую мы имеем в Тебе. Господь, за то, что есть много систем, а есть та жизнь, которую Ты даешь. И Господь просим, чтобы она наполняла нас, она вела, учила, чтобы наши планы корректировались с Тобой, чтобы наша жизнь наполнялась с Твоими планами. И мы радовались тому будущему, которое мы имеем в Тебе. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok